Приветствую вас, значит, смотрите, ситуация заключается в следующем моменте. С одной стороны, вам нужно в обязательном порядке ознакомиться с треугольником Карпмана, вот. Ага, вот, треугольник Карпмана, почитайте в интернете об этом, вот, и, соответственно, исходя из этого, уже вы получите первое представление о том, что с вами происходит. Дальше, если вы согласились на позицию любовницы, да, то есть, ну, вы вот, по сути, старая любовница, то есть, приняли роль не единственной женщины в жизни мужчины, да, то, соответственно, у вас есть определенные проблемы с самооценкой, вот. Потому что только тот человек, который себя недооценивает, значит, может допустить то, что он будет не единственным в жизни другого человека. Ну, потому что, как бы, да, если человек любит себя, то, соответственно, он будет любить и, ну, и другого, да. И если он ценит и любит другого, может любить и ценить другого, то и себя будет тоже любить и ценить. И, в первую очередь, будет любить и ценить он именно себя, а не другого. Вот. То есть, это проблема самооценкой. Вот. Принижение себя. Необоснованного обесценивания себя. Может быть, определенных страхов, либо из-за того, что вы не можете удовлетворить самостоятельно и какие-либо свои потребности. Да? Вот. Дальше. Следующий момент, который касается вашего поведения. Насчет, вы говорите, у меня был муж и двое детей. Работа. На работе у меня начался роман. Пишите вы. Ну. Вот. Понимаете, у вас такая история, что ваш муж узнал и ушел в СМИ. Да? Вот. Но проблема в том, что вы отношения с мужем не закончили. То есть, вы не были одна. Вы не побыли одна. Если для вас стало возможным завести, грубо говоря, любовника, да? Если вы завели любовника или влюбили другого мужчину, неважно. Это означает, что с мужем, с вашим, были какие-то проблемы. Вот. И эти проблемы с мужем, они имели место быть до появления, скорее всего, этого товарища. который, ну, который, собственно, стал вашим избранником. Вот. И вот эти проблемы сперва нужно решить. Вы, по сути дела, по сути, вы просто-напросто заменили одного на другого. Что-то вас не удовлетворяло одно. Вы бросились ко второму. Ну, вот. То есть, любовник ваш, эээ, лучше, да? Именно на фоне мужа. Скорее всего. Ну, вот. Ну, не знаю. Может быть, ещё, эээ, может быть, ещё есть какой-то момент, эээ, связанный с ээээ, значит, детьми. Слышно. То что ему, может быть, ребёнок нужен был. Я этого не знаю. Безусловно. Эээ, вот. То есть, эээ, ну, здесь вот нужно обязательно, эээ, разобраться с этим. Направление в том, что вы, эээ, имея не удовлетворённость с мужем, в чём-то, эээ, не разобрали это, и не разобрав это, вы, значит, ээээ, вошли в другие отношения. В, вошли в другие отношения, конечно же, не просто так. Это, безусловно, не просто так. Для этого были основания. Какие основания были для этого, да? Основания были такие, что у вас были, у вас имели место быть определённые потребности. Вот. Соответственно, вопрос в том, что это за потребность, потребности. Какие они? Что вы хотите? Что вам нужно? Что удерживает вас, эээ, рядом с этим мужчиной? Вот. И откуда такая нелюбовь к себе? Откуда отсутствие такой заботы о себе, да? Вот. Дальше. Следующий момент. Вы говорите о том, что родили ребёнка вот своему второму мужчине так, как будто ребёнок должен был решить ваши, ну, проблемы с ним какие-то и так далее. Вот. На самом деле это довольно эгоистично, не побоюсь этого слова, по отношению к ребёнку. Это эгоистично, потому что ребёнок, ребёнок не может быть средством. для реализации ваших каких-то потребностей. Вот. Вот. Понимаете, какая история? И возникает вопрос. Для чего вы родили ребёнка? Вот вы говорите, я родила ему ребёнка. Нет. 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 Не ему. Вы родили ребёнка именно в себе, не ему в себе. Вы для себя это сделали. И вот, пожалуй, последний пункт, это принятие личной ответственности за то, что, собственно говоря, с вами происходит. Вот. Принятие личной ответственности. Я это делаю не для кого-то, да? А это делаю для себя. Я это делаю не для кого-то, я это делаю, потому что я этого хочу. Или не хочу. И не делаю. Понимаете? Вот. То есть вот вам лично ребёнок нужен был вам лично? Или нет? Понимаете? Какие у вас ожидания были от ребёнка? Да? А ожидания были, скорее всего, такие, что мужчина вот этот вот второй, он уйдёт от жены и придёт к вам. Не придёт мужчина из-за ребёнка. Наоборот. Понимаете? Вот. Наоборот. Он ещё больше отдалится от вас, потому что понимает, что вы его. И, соответственно, вот отсюда вытекают те экзистенциальные моменты, значит, которыми вы руководствуетесь при, ну, при принятии решения своего. Таким образом, если вы хотите мужчину, ну, если вы хотите мужчину научить, да, то есть вы хотите показать ему, что так с вами нельзя, то вам нужно не доказывать ему и не писать его жене и так далее, да, а руководствоваться своими желаниями и своими взглядами и потребностями. И если ваш любовник, вот, на данный момент женой, то у вас абсолютно развязаны руки. И то, что вы отвлекаетесь на него, это чувство вины, которое, скорее всего, у вас идёт из детства. Чувство вины, да. Или гиперответственность. Вместе с этим, вместе с этим, если вы хотите, чтобы человек обстал от вас, нужно просто быть к нему равнодушной. То есть, общайтесь, не прерывайте общение с ним, вот, взаимодействуйте с ним, как вам, ну, как вам удобно. Вот. Но вас никто не заставляет, а, с ним спать, б, а, ну, что-то ему до вас. Абсолютно. Никто вас этого делать не заставляет. Вот из этого и исходите. Другое дело, что, если у вас не получается, у вас есть зависимость от этого мужчины, это уже другой вопрос. С этим нужно работать отдельно. Вот. Но пока, пока, единственный, единственный способ, эм, единственный способ дать мужчине понять, что так больше продолжаться не может. Единственный способ, только один. Это, значит, показ ему его последствий, его результатов, поступков, которые он же сам и совершил. Вот. Это единственный способ. А вам нужна работа над собой и над самооценкой и, возможно, личными границами. Потому что, ну, не различаете вы ответственность свою и другого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарным, если сделаете его лучшим. И, в заключение, я хотел бы сказать вам о мотивах. Какой у мужчины может быть мотив, чтобы быть не с вами, а не с женой? Вот какой именно у мужчины должен быть мотив? Ну, просто вот по-вашему. Какой мотив у него должен быть? Понимаете? Создаёте ли вы для него этот мотив? Подумайте. А любая реакция эмоциональная, это эмоциональная реакция. Это неравнодушие. Что для мужчины отношение только одно. Что вы его, и вы никуда не денете. Вы этого хотите? Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!